а здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале а жизнь идет своим чередом приветствует машенька машуня черняк мы с вами на экскурсии очень жаль что плохо слышно опять же говорю курсовода его хорошо слышно но шум и где-то я далеке стою более эффектно выделялись вот эти белые элементы декора и вот это мы сейчас с вами увидим почему и в целом красивом здании москвы до революции предназначалось оно для проживания конечно очень богатый состояние москвы технически очень хорошо было оснащено и все это технически соотношение одно отношение оно было собственно автономное то есть все в подземном так вот две части и собственное водоснабжение вот там в детском спорте было собственное оконтрение вот паровое оконтрение телефонной станции оно прийти вот этот комплекс в третьем москве выбрали установленные птицы памятник надежды крупской вы знаете что она и супруга и друг и соратник владимировича ленина в европе за границей в прессе ее называли мадам ленина а здесь памятник на особенность какая-то рьянами молодого гостей и действительно наверное это хорошая была идея просто голосовым потому что в молодости была не обыкновенно красивая девушка но было видно волосы, коса, он видит пояса, а тут москве было прийти подняться а достойно, вы знаете ну и к молодой Филинке такая встреча с Владимиром Филисина она бездюрная марксистка у нее хорошая образование получила на Петербурге она по своему рождению и хорошая образование получила на Петербурге затем она училась на курсах первых это первая учебная 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 современная, цифрически очень оснащенная и что так продуктно в толще стен я пытаюсь больше оставить видео, где рассказывает курсовод она очень интересно рассказывается мы находимся на Сретенке оно происходит от слова стритать что означает встречи идти навстречу вот и встречали здесь чудотворную икону Божией Матери принесена она была из Владимира вот в конце семнадцатого века на полтора метра выше, да? так же она истык вес нашей Сретенке церковь просьба что в местах она тоже будет находиться вниз да вот планировка местности здесь уникальна 16 переулков расположены почти параллельно друг к другу большинство Сретенских переулков названы по имени домовладельцев переулки Рыбников Просвирин Печатников Колокольников Пушкарёв А сейчас немножко природы красота да эти ушли вперед вот наша группа мы идем к дому ну дома развлечений понимаете что это вот сейчас мы рядом находимся с слабоцовы здесь были небольшие домовладельцы и вот здесь там возникают эти публичные дома ну чем еще занимался врачебные полицейские комитет они значит регистрировали этих которые значит решали вступить на вот этот пункт что собирался паспорт и выдавался такой заменительный заменительный предмет заменительный более такой высокий уровень а в мое время что здесь привлекали вот такие скульпционные пропозиции такие фориотеты пришла подлинные фориотеты мы решили вот это злачное место все таки он в центральной части Москвы как оборолись стали закрывать или как закрывать совсем или переносили на окраину города вот эти пресезные как показалось легче очень неприлично но очень мешая была земля паспорт застройки перед кольцом перед землиным валом а дальше находились с кольцом 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 здание театра которое называется школа драматического искусства у него уже будет под стенет он здесь находится здание театра тоже он участвовал в его проектировании но и что в самом здании театра там драматического зала один зал мачешь другой голос глупо и посмотрите театр школа драматического искусства искусства открылся 24 февраля 1987 года премьера спектакля шесть персонажей в поисках автора в постановке Анатолия Васильева сегодня школа драматического искусства представляет собой не имеющий аналогов творческий организм строительство театра осуществлено на средства правительства Москвы под личным патронажем мэра Москвы в то время Юрия Лужкова театр открыт для зрителя 24 мая 2001 года продолжение следует подписывайтесь пожалуйста всего вам хорошего с вами Мария